всем здравия желаю давайте сегодня по филберту подробно да если кто-то столкнется с этой компанией значит каким образом они действуют то есть основанием для исковых требований они же заявляют кредитный договор да смотрите материалы дела скорее всего этого кредитного договора не будет будет все что угодно всякая лабуда там заявление там соглашение там доп соглашения и прочее липа значит кредитного договора скорее всего не хотя основанием для исковых требований будет являться именно кредитный договор своих возражениях естественно указывать это в первую очередь далее доверенность да на представление интересов допустим иса смотрите внимательно там невооруженным глазом видно что подписи заверения до этой доверенности они подделываются то есть на на доверенности копия значит одной руки и заверена она якобы той же рукой но видно что это совсем другая ну вот еще вот это я указал далее значит сослался на то что да вот этот банк который продал этот кредитный долг естественно в лицензии банка нет никакого кредитования потребительского сослался на закон о потребительском кредитовании что четкая формулировка да профессиональная деятельность по кредитованию выдачи займов отсутствует что закон да о лицензировании банковской деятельности требует обязательно должна быть прописана деятельность на это сослался значит копии как правило надлежащие не заверены то есть они просто обычные святокопии ни печатями ни подписями ничеме они не заверены в материале на это тоже сослался ну в общем то еще еще какие-то несколько аргументов где-то 6 7 пунктов возражения у меня было в общем ну и судей этого было достаточно чтобы отказать в общем то я посчитал что эти аргументы достаточно убедительно вот если какие дополнительные вопросы у кого-то будут конкретно да по этой компании пишите я отвечу надеюсь что этот процесс не будет иметь продолжение всем мира и добра и Продолжение следует...